Виртуз про смогли найти новый состав по доте 2 А если быть более точным, то укомплектовать старый Ярослав Инесс Кузнецов и Александр Санта-Калтан в представлении не нуждаются Так как играли за медведей еще в первом составе образца 2012 года Новичками команды стали Сергей Кси Кузин, капитан Олег Крэзи Колесниченко и Илья Армангата Осинаи Певцаев Более известен всем под ником Illidan Все новоиспеченные виртуза проходили своеобразный отбор Играя с командой на различных фасткапах, где можно было адекватно оценить их уровень А также понять мотивацию и то, насколько сильный игрок может отдаваться доте Крэзи был членом тестового состава больше остальных, выступая за ВП почти 2 месяца За это время можно было убедиться, что он полностью подходит команде Возможно, после первых поединков на Старладдер сезон 3 болельщики, да и не только болельщики Остались им недовольны, однако Олег всем доказал своей игрой, что данные прецеденты были всего лишь случайной осечкой Айрман неплохо показал себя на ВЦГ онлайн прелиминарии, после чего и был приглашен в тест состав До этого в профессиональной доте он был замечен лишь в одном из миксов ПГГ, хотя и посвящает игре очень много времени Чего стоит 200 игр на морфлинге Этот игрок уже внес в современную доту несколько новшеств, в том числе и лайфстилера, которого его оппоненты будут помнить еще очень долго Что касается нашего капитана, то Кси засветился на прост сцене с тех пор, как его команда неплохо выступила на нескольких онлайн турнирах Далее последовало приглашение в Зи Нейшн, где Сергей успел выиграть пару небольших турниров и зарекомендовать себя как хорошего лидера и стратега А теперь он в ВП Также Виртус Про обзавелись женским составом по доте 2 Команда получилась на славу, так как собрала очень известных в киберспортивном сообществе девушек Однако не для всех данная дисциплина оказалась привычной Так Вероника Мендета Албашеева долгое время была игроком в КС 1.6 Но вторая дотка оказалась слишком привлекательна, чтобы не начать в нее играть Также в состав вошли талантливые Яна Битуру Химченко, Даша Джилоуси Джильцова, Мила Мила Алиева А капитаном стала опытнейшая Ольга Казадериза Дунаева, увлекающаяся дотой уже очень давно Новость сильно привлекла внимание комьюнити, что является несомненным успехом Сентябрь стал богатым на события для Старкрафт-состава В начале месяца наш новый боец Сливка отправился в Берлин, чтобы в числе 12 приглашенных игроков побороться за призовой фонд в 10 тысяч евро В групповом этапе Артем проиграл лишь одну встречу из четырех Однако при этом занял лишь третье место, уступив верхние позиции Фнатик Найт Энду и Маус Хасу Опсу Из-за худшей разницы выигранных в проигранных карт В плей-офф Сливка ждала встреча с тремя протасами Но если с Фнатик Тоддом и Фнатик Найт Эндом он справился, то финальный поединок с Маус Хасу Опсом был проигран Итог турнира второе место и 2000 евро в качестве выигрыша Достойный результат 16 сентября состоялось уникальное событие на мировой World of Tanks сцене Чемпионат мира Уральской Сталь 2012, который собрал 15 лучших коллективов со всех уголков планеты Самый большой пул из команд представили Россия и США От этих стран на турнире участвовало по 4 коллектива Конечно же, основное внимание зрителей было уделено нашей команде Virtus.pro GameTricks Которая была одним из самых главных фаворитов Начался игровой день с групповой стадии Virtus.pro GameTricks попали в группу B с поляками GoldenHind Малазийцами Apostles и американцами Aces Battle Group Очень обидно для наших ребят было попасть вместе с их основными соперниками Red Rush Unity в соседние группы Это означало, что по результатам игр в групповом этапе они бы встретились либо в четвертьфинале плей-оффа, либо в полуфинале С учетом того, что команд такого высокого уровня на Уральской Стали больше не было Финал потерял в зрелищности еще до старта игр в группах В своей группе Virtus.pro GameTricks ни один из их соперников не смог оказать достойного сопротивления И наши ребята без проблем вышли в плей-офф с первого места, попав на поляков из Evil Panda Их первые визави в плей-офф также не смогли ничего поделать с невероятным тимплеем и уровнем игры наших танкистов И смогли взять лишь один раунд, отдав при этом три и лишившись шансов на попадание хотя бы в топ-4 Следующий матч Virtus.pro GameTricks был определенно самой интересной игрой дня Русско-украинский коллектив Red Rush Unity по пути к нему очень жестко обыграл поляков GoldenHind И тем самым подошел к главному противостанию турнира, также в боевой форме У соперников ВП было довольно ощутимое преимущество, свой четвертьфинал они провели на сцене и перенастраиваться им не пришлось В отличии от наших ребят, которым пришлось перебегать из зала группового этапа на сцену и настраивать все до игры за 15 минут, которые им выделили организаторы Начался матч не очень удачно для Virtus.pro GameTricks Первые два раунда на карте степи они проиграли, тем самым неприятным удивив своих болельщиков, которых на турнире было довольно много Однако затем парни сумели собраться и сделали камбэк, сравняв счет 2-2 В финальном раунде была напряженная борьба, оба коллектива очень не хотели проигрывать Но чуть удачливее все-таки оказались Red Rush Unity, которые и прошли в финал турнира Нашим парням пришлось довольствоваться матчем за третье место, где они в очень расслабленном состоянии выиграли у немцев Оды Мортис и заняли третье место, забрав себе 14 тысяч долларов Последние выходные сентября в украинской столице Киеве прошел один из крупнейших на территории СНГ фестивалей TechLabs Cup UA, в программе которого был и турнир по Counter-Strike 1.6 Старый добрый КС неминуемо теряет свои позиции в пользу набирающего обороты CS GO Таким образом TechLabs Cup в Киеве стал одним из последних крупных турниров по уходящей в историю дисциплине Организаторы пригласили для участия трех грандов CS 1.6 Восточной Европы ESC Gaming, для которых этот турнир официально стал последним в этой дисциплине А также Natus Vincere и Virtus.pro, которые до сих пор не заявляли о намерениях перейти на CS GO Четвертым же участником финальной части турнира стала еще одна российская пятерка Place2Play.ru под руководством опытнейшего Алексея Овердрайв Бирюкова Которая пробралась таки сквозь стерни отборочных этапов и чудом оказалась в Киеве К сожалению Virtus.pro не оправдали ожидания своих болельщиков и выступили на удивление блекло и неудачно В первом своем матче медведи уступили Natus Vincere на D2Scan В целом уровень подготовки команды выглядел на должном уровне И визуально команды играли очень упорно и идентично Но финальный счет 16-5 в пользу рожденных побеждать, к сожалению, говорит об обратном Во втором матче за право продолжать борьбу на турнире соперниками Virtus.pro оказались соотечественники из Place2Play.ru Которые также проиграли свою первую игру полякам из ESC Матч проходил на карте De Inferno, которая, как известно, является одной из лучших у обеих команд Однако счет 7-2 в пользу Place2Play после 9 раундов говорил об обратном Затем, благодаря индивидуальным действиям игроков, медведи выровняли игровую ситуацию Но полностью сократить отрыв они уже не смогли Таким образом проиграв матч со счетом 16-12 А вот Place2Play, похоже, победа на Virtus.pro воодушевила на свершение подвигов Российская команда неожиданна для многих и, скорее всего, даже для самих себя Сначала обыграла ESC Gaming в матче за выход в финал, а затем в финальном поединке обыграла Инату Свинцери, тем самым став победителем Tech Labs Cup Украина и обладателем главного приза в размере 5000 долларов США Столь неожиданный результат турнира в целом и отдельный результат Virtus.pro можно объяснить не самым объективным форматом матча Best of 1 Также многие игроки команд-участниц ссылались на нестабильную работу серверов Однако история не терпится слагательных наклонений и каков бы ни был результат турнира, будь у него другая система проведения, мы уже не узнаем Из того, что мы увидели на Tech Labs Cup Украина 29 сентября, выступление медведя едва ли можно назвать удачным Субтитры сделал DimaTorzok